Всем привет! Меня зовут Серега Никифоров. Многие меня знают по никнейму Тефир. Я для вас буду делать дневник с чемпионата мира по ФИФА, именно по компьютерной игре ФИФА. Впервые в истории официальный турнир между сборными своих стран. Мы сборная России представлена двумя игроками. Это Антон Клинов и Роберт Вахреддинов. Они завтра уже завтра будут играть официальные игры и я вам показываю как мы сюда уже заехали, как ребята живут, как они готовятся уже перед основным соревнованием. Отвезли нас пригород Лондона. Он находится примерно в 100 километрах от столицы Великобритании. Такой небольшой городок называется Майтстоун. Именно здесь проводится чемпионат мира. Сейчас мы пойдем в гости в номер к одному из игроков нашей сборной и уже пообщаемся с ним там. Все готов сразу же. Просто 20 секунд прошло. Надо посмотреть просто как здесь живут. Меня зовут Гуся Александр. Я тренер как бы что прилетели вот пришли в отель Антоху заселили, договорились с Боросом уже потренеться. На самом деле да здесь все сильные и все круто, очень прикольная атмосфера в гостинице. Все сидели в лобе когда мы приехали и круто. Все в цветах национальных сборных на самом деле. На самом деле очень крутая тема, что такие турниры появляются. Мы рады быть частью и представлять сборную нашей страны. Как долетел? Долетел вообще отлично. К сожалению не удалось поспать, но сейчас на вершке упущенное. А ты еще не смотрел город, да? Город не смотрел. Ну только два года назад. Ну понимаешь где примерно находимся. Ну я видел то что какой-то пригород, но тем не менее все круто. Ждем тренировочное время, то есть через два часа должны поехать уже посмотрим самого места проведения. Ну что, насчет состава в принципе определился наверное на 90 процентов, только защита у меня под вопросом и как раз таки вот я надеюсь, что с пользой проведу время сегодня, поиграю товарочки с сильными игроками и определю кто будет все-таки занимать место у меня на поле. А, ну ты у них еще возьмешь идеи, да? И у них тоже мы подсмотрим все возможные варианты и думаю определимся уже составом на завтра. Так же надеюсь товарищ тренер подскажет. Вот, ну на самом деле да, состав потестим, посмотрим. По защите у Антона есть вопросы. Многими он не мог играть ввиду того, что не посещал еще вот крупные турниры в этом году с открытыми аккаунтами. А сейчас мы уже дошли до места проведения турнира, где сейчас будут ребята наши тренироваться. Вот мы как раз с Сашей уже почти дошли до вот такой студии. Вот здесь будет проводиться чемпионат мира. То есть если посмотреть картинку трансляции, может показаться, что выглядит наверное все очень круто. Все это проводится в небольшом пригороде Лондона. Больше ничего. Никаких тебе пафосных студий, ничего тебе такого глобального и серьезного. Но может быть это так выглядит со стороны, а сейчас мы уже зайдем внутрь. PMA coach. Это Сашка у нас. А у меня вот такая PMA media. Мы получили свои акреды. Пойдем. О, смотрите, кстати сделали этот коридор. Даже подготовились чемпионы. Вот. Вот мы и попали. Ну вот и все команды, которые будут представлены на этом турнире. Все 20 команд перед вашими глазами. Как раз нахожусь на основной сцене, где все будет проходить. Ребята вот разбивают на такие 10 кабинок одинаковых абсолютно. Плюс комбинтаторская зона. И как я понимаю, да, все игры будут проводиться здесь. Все супер. Я в шоке с места проведения. Действительно очень красиво выглядят. Были бы у нас такие тоже помещения для турниров. Было бы, я думаю, куда более круче и больше бы народу приходило. Дим, запомнил? Да, да, я повторял. Сейчас у нас будет тренировочка. Посмотрим, как это все выглядит со стороны. Посадили всех ребят. Что будет делать, Сань? Сейчас будет бриф для игроков. Собственно, посадили всех ребят. Почти по группам. Можете заметить, с нашими ребятами рядом сидят наши соперники по группе португальцы и датчане. Собственно, сейчас короткий бриф. Уже маленько задерживается вся процедура. Сказали, что на разыгровку дадут уже не 2 часа, а максимум 1 час 45. Пока идет бриф для игроков, показываю, как выглядит вся зона. Получается, один игровой монитор. Сначала будут играть на приставке PlayStation, потом второй раунд будут играть на Xbox. И потом уже третий матч. Ребята будут играть вдвоем против представителей других стран. Это как раз наш флаг. Выглядит достаточно модно. И вот таких 10 кабинок. Я, кстати, еще не рассказал, как это вообще все будет проходить. Мы будем играть в одной группе с датчанами, голландцами, португальцами и также еще с представителями Австралии. 5 команд. Из группы выходят 2 команды. У нас очень сложная группа. Ребята готовятся. И, может быть, мы еще увидим пару тренировочных матчей в исполнении ребят именно сегодня. То есть, получается, мы против каждой сборной будем играть по 3 матча. В итоге в групповом этапе наши ребята сыграют целых 12 матчей. С каждой стороной мы играем по 3 матча. Максимум в одной серии мы можем набрать аж 9 очков. Надеюсь, что тем людям, которые особо и не увлекаются турнирами по FIFA, я вам более-менее объяснил, что будет происходить в ближайшие выходные. И теперь просто ждем, что будет дальше. 3, это будет большая шутка, все. 準備? 1, 2, 3! Время! 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 Россия, священная наша держава опа ой-ой-ой тоже хоть сегодня будет удаваться все посмотри господи таша тоже ты понимаешь что человек спать не будет всю ночь присматривать серии плей всех чемпионатов смотреть все схемы которые кто использовал был много отборов онлайне я выиграл таких же топчиков которые тут находятся и как бы ну блин начать можно обыгрывать просто налоги надо это уже доказать кому ты говоришь на этом первый день у нас заканчивается такое было вступление показали так вкратце что будет происходить завтра начинается самое интересное этой игры нашей сборной наши ребята будут стартовать с матча против сборной португалии на этом все с вами был я серёга нитифоров он же кефир следите за нашей кибер сборной всем удачи всем пока